Девочки, привет всем огромный! У Игоря со Светланой в гостях. Сам Вэл побывал и нас с вами тоже взял с собой. Ребят, ну всё по порядку. А в самом начале хочу сделать такую заметочку для своих зрителей. Девочки, не один раз я читаю ваши замечания по поводу рекламы. Вот и сейчас под последним своим обзором вы пишете «Ой, жатва пошла, пора уборки, рекламы настрочила, навставляла. Не многовато ли Анжелика?» Девочки, объясняю, это не моя прерогатива, не моя. Я не занимаюсь тем, чтобы вставить рекламу в своё видео. У меня нет таких возможностей, как и у любого другого блогера, который выходит вещать к вам на экраны. Поверьте, я никогда вас не обманываю, это дело Ютуба. И только Ютуб имеет право и этими занимается вставлять рекламы, какие хочет, какие считает нужным, по тематике распределяет и по количеству. Есть даже какое-то правило, где-то я что-то читала, на определённое количество минут какое-то количество реклам. Поэтому, думаю, если в моём видео есть три рекламы, скорее всего так, потому что я их у себя не вижу, разве что с телефона могу посмотреть. Ну, так как я слепковочка, я там мало что вижу в этом телефоне, мне неудобно пользоваться им. Только поговорить по телефону, всё. Ютуб не включаю, поэтому не смотрю. У меня в компе я своей рекламы не вижу. Ребят, ну вот так вот, это не от меня зависит. Прошу прощения. Итак, Самвелка наш побывал в девчонке у Светы с Игорем в гостях. В самом начале видео сказал, что пришла посылочка на его адрес от зрительницы, и там подарки для внучки Игоря. У зрительницы есть какая-то своя фирмочка, что ли, но она своими руками делает всякие украшения для девушек и девочек. Как потом выяснилось, это какие-то обручи для волос, да, ободки, заколочки, всякие невидимочки с украшениями, с бантиками, ну, в общем. Единственного не могу понять, почему шлют на адрес Самвела. Ребят, здесь есть такое двойное дно, подтекст какой-то, и я его чётко вижу и понимаю. Можно было, если действительно эта посылка для маленькой девочки, и вы так сильно горели желанием просто, так влюбились, увидели ребёнка, хотели сделать приятно именно этой девочке, замечательной маленькой принцессе, то, скорее всего, вы бы прислали на театр, и там бы Игорь благополучно получил, собственно, в руки эту посылку. Но я думаю, цель этой женщины, девушки, я не знаю, зрительницы, короче, кто отсылал эти все украшения, абсолютно другая преследуется, чтобы Самвел прорекламировал и оставил её контакты какие-то, может, кто-то захочет посотрудничать, заказать её товар, ну, это же не секрет. Поэтому шлют всё севки, а ты, Сева, давай ноги в руки и как почтальон. Но Сева в накладе не останется, а, конечно же, снимет для нас видео, и тоже на этом срубит баблишка. Ну, а как без этого? Я лично не осуждаю. Заработать денег – самое правильное, милое дело. Деньги лишними не бывают, девчонки. Вы мне там тоже писали когда-то, что, Анжелика, деньги не пахнут? Ну, я вообще-то их не нюхала, знаю, что доллары очень пахнут, кстати. Наверное, пахнут, не пахнут, для кого как. Но если человек никого нигде не ограбил, не убил, не украл, а просто зарабатывает деньги, я ничего в этом постыдного и осудительного не вижу. Итак, вышел на балкончик, показал нам Днепр после дождя, свежий, благоухающий. Объявил нам, что в свежих трусах он сейчас на балконе стоит. Спел нам романс, не побоюсь этого слова, Вероники Долиной. Вероники Долиной, девочки, акцентирую ваше внимание. Томасик там служил, замечательный котяра. Не знаю, опять вы мне задаете вопросы. Почему ты его выделяешь, за что его так любить, этого Томаса? Он необыкновенный, точно так же, как и каждый кот или кошечка в своем индивидууме. Каждый необыкновенный. Мне каждый по-своему очень нравится. И я каждый раз получаю какое-то умиление, эстетическое наслаждение. Мне очень приятно смотреть в принципе на животных. А уж если речь зашла о животных, то поход к Игорю со Светланой, это просто моя-моя тема. Девчонки, много лет назад уже сам Велл водил нас. Может быть не все вы видели на экскурсию к Игорю домой. И тогда было очень много критики. И по поводу того, что грязно в квартире не убрано, и сколько пыли, боже мой, как они там живут, какой кошмар. И зачем ты это все показывал? Конечно же, я это все тоже там где-то что-то замечала. Ну, глаза не закроешь, ты смотришь и что-то где-то видишь. Но никогда бы не стала что-то озвучивать. И вот так вот критиковать, потому что у Игоря сумасшедшая энергетика, очень положительная в квартире, душевное, какое-то тепло чувствуется на расстоянии. Да, там много всего. Критиковать этих людей в жизни никогда не буду, не имею, считаю, никакого на это права, потому что в этой квартире всегда живет очень много животных. Котов, собак, птиц. Были там и эти голуби, и ворона, и попугайчики. Короче, всех, кого Игорь встречает на улице, раненых, больных, он всех берет в охапку и тащит домой. Что хочу сказать про Свету? Просто нижайший поклон этой женщине за то, что она позволяет и никак не перечит, и не ставит никакие преграды и барьеры для Игоря, что вот эта вся живность находится в квартире. Он их лечит, при том ни день, ни два, ни три. Это длится месяцами и годами. Если, получается, кого-то где-то отдадут в добрые руки, нет, животинки доживают здесь свою жизнь до последнего дня. Игорь никуда их не девает, не выбрасывает. Я просто низко кланяюсь таким людям в пояс. Все у них замечательно и прекрасно. Хотя, признаюсь, это тяжеловато. В квартире, в заперти, когда нет выхода на улицу с животным, вот как у меня, например, мне проще. Это правда. Коты гуляют на улице летом, зимой, конечно же, они сидят в теплой террасе. А летом их невозможно, вот сейчас, если бы я вам снимала, вы их не увидите. Они все разбежались, гуляют, покушали утром, в обед пришли и вечером на ночь заходят, такие, друг за другом, знаете, цепочкой дверь открываю, и они сюда на веранду спать. Игорю сложнее, потому что это высотка, это этажи и все в квартире. Показал и собачек, и кошек-подобрашек, и попугайчик. Сейчас живет у него на балконе. Света, как радушная хозяйка, угостила молодой картофель с укропчиком, курочки, котлетки. Ну, Севка, я вижу, не стал снимать, чтобы не давать пищу для разговора в комментариях, потому что я уже, так понимаю, отлично знает своих зрителей. Это грустно, ребят. Ладно, не буду эту тему развивать, займет очень много времени. Спел романс и Игорь Самвел попросил его, сыграл на фортепьяном, очень душевная обстановочка, такая мила у них. Я бы здесь задержалась на часик-другой, даже бы сказала. И приняла Света подарки для своей внучки, сидела, перебирала, было очень много этих ярких всяких заколочек, бантики, там всякие финдиклюшки для волос. Для девочки это милое дело, Света говорит, сама бы носила, вот если бы возраст немножко другой был помоложе. Да, вот с удовольствием, в детстве такого не было, поэтому сейчас очень хочется наверстать, но уже, увы. Критика на вокруг много и, конечно же, скажут, нелицеприятные будут такие характеристики, прицепить этих заколочки, такие яркие бантики и себе волосы. Конечно же, это правда. Ребят, я лично получила большое наслаждение и удовлетворение, побывав в гостях у Игоря. У него, конечно, своя атмосфера. С Севиной не сравнить, но где-то тематика такая же. На полу ковры, фотографии, картины и очень много-много, огромное количество всяких таких статуэточек. Даже, я бы сказала, избыток. Вот эти все под бронзу, литые часы, подсвечники, статуэтки, ну много всего. Ровно бы половину я убрала, честно признаюсь. Но, но, как говорит сам Вэл, и вот именно сейчас я как-то с ним солидарна. Мне очень нравится почему-то смотреть на это всё у Игоря. Мне действительно нравится. Мне нравится его квартира. Повторюсь, может быть, девочки, не самое главное, красиво, некрасиво. Вот это дань моде. Может быть, правда, ценится другое. Душевное тепло и комфорт и уют. И вот то ощущение домашнего очага, которое непосредственно у Игоря со Светланой и есть. И я уверена, что гармония в этой паре сделала своё дело уже давно. И старость у них будет уж точно счастливой. Девчонки, на такой позитивной ноте распрощаюсь с вами. До скорых обзоров. И спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok